Турецкая гвардия Турецкая гвардия Турецкая гвардия Турца Турецкая гвардии Как мы видим отсеченная на гербе Угорщины, Сербией и Хорватии, как символ победы над Османской империей. На гербе указано, что изображен турок-янычар. Что-то опять не так. Мы же знаем, как выглядят настоящиеянычары. Еще один интересный факт находится на острове Мальта. В 1656 году небольшой гарнизон ордена госпитальеров выдержал осаду турецкой армии. В той битве османы не смогли одержать победу, а мальтийцы решили увекоречить это событие на фреске Матиа Претти. Только вот художник опять как-то странно изобразил турецкого воина. На могиле Николаса Катанера, некогда правившего с 1663 по 1680 годы Мальты, скульптор Доминика Гвиди также изобразил весьма интересного противника – типичного турка с оседлецом на голове. Разве так выглядели настоящие турки? С кем вели тогда воины в 17 веке поляки и мальтийцы? Мы не найдем на этих артефактов образов типичного турка. Как мы его можем себе представить? Воина в челме или в образе обычного янычара? Получается, что Османская империя вела войны в Европе руками казаков в селе современной территории Украины. Зачем было жалеть наемников? Как видим, противник весьма специфически изобразил все то, что он с ними, запорожскими казаками, делал. Коротка память у наших так называемых братьев все равно хотят в Европу. Она вот так увековечивает память о своих победах. Этими изображениями история не заканчивается. Подобные памятники еще есть в Польше и других местах, где происходили сражения с так называемыми турками. Я, конечно, представлял себе историю немного другой. В литературе всегда красочно описывались сражения с турками и янычарами. Но вот так, что война велась практически руками наемников, даже не предполагал. Я, конечно, знал, что окраинные казаки часто нанимались в польские и турецкие армии. Но по всему видно, количество этих наемников было немалое. Уже при российской императрице Екатерине II сечевые казаки с окраины были распущены и частично переселены на Кубань для несения службы по охране границ. Казачье наемничество исчезло вместе с сечью. Многие годы казаки, возвращавшиеся с военных походов с добычей, обогащали еврейских ростовщиков, которые охотно все скупали. Возможно, ростовщики и были причиной постоянных военных кампаний казаков под разными флагами. Во время мирной жизни они охотно давали в долг сечевикам. Но приходило время расплаты и для многих военный поход был единственным способом расплатиться с долгами. Запорожцы снимались с родных мест и уходили проливать кровь за турок. Екатерина II прервала эти связи, отселив казаков. Поступив на государственную службу, окраинное казачество наконец получило свободу от ростовщического рабства. Но разве об этом сейчас сохранились хоть какие-то сведения? Вы знали, почему казаки были переселены на Кубань? А у вас, друзья, есть какие-то мысли на этот счет? Напишите в комментариях. Поддержите нас подпиской, лайком и репостом.